Оллами и мигусы, сегодня с вами Вокот, и мы начинаем играть великолепную игру по названию Stellaris. Многие из вас потеряли надежду и между порицанием и грехов, и обзыванием меня обманщиков, скликивали об изобновлении культовой игры. И вот, спустя полгода с первой попытки снять эту прекрасную игру, я купил все интересующие меня DLS, и сформировал концепт сезона, сдал все самые сложные экзамены в университете. И торжественно заявляю о старте хапконом выживания в Stellaris, где уже в четвертой серии, скорее всего, нам кинут вару бербать, кьют на дохуй до полусмерти. Зато в таком случае мы точно доведем этот сезон до конца, собственно, как в любом другом. Ну что ж, ребятки, давайте начинать. Благо для вас я уже создал нам новую расу. Мы не будем целую серию создавать с нуля. Это тупо. Итак, знакомьтесь, мистер Синтетик. У него есть много факторов, которые мне очень нравятся. Во-первых, они не кушают. Во-вторых, им совсем плевать на политику. Никаких волнений в нашей державе просто быть не может. То есть нам вообще об этом париться не придется. В-третьих, они бессмертны. Ну, не считая случаев, когда у них в руках взрывается вейп или еще что-то похожее. Они могут жить в самых убогих, полуразрушенных местах, где обычные мясные мешки просто не выживают. Ну, серьезно, прям идеальные для настоящего диктатора. Прям вот настоящий безвольный робот, которого даже устроит, наверное, однушка в Норильске и пенсия в 10 тысяч. Кстати, я выбрал вот такой вот логотипчик, потому что он какой-то более-менее человекоподобный. Я хочу, чтобы наши джонлами были более-менее человекоподобные. Названо, кстати, их ВАКО. Ну, типа как ВАКО, а-ля анаграмма, там, что значит. Ну, в любом случае, я не знаю, что значит, поэтому предлагаю вам написать в комментариях. Пусть это может быть, например, Великий анализирующий компьютер оккупации. Или еще какая-то фигня. Это типа может быть что угодно. Поэтому, вот, интересно ваша идея услышать. Так, имена и названия. Ну, это, в принципе, нам не сильно важно. Так что, в принципе, пропускаем. Так, теперь признаки. У нас самый главный признак – это машина. То есть, это приспособляемость 200. Мы сможем выживать на более интересных планетах и более сложных, как я уже и говорил. Поэтому это очень топовая штука. Прям супер топовая. Дальше. Перфораторы. Это фишка, что они будут больше добывать минералов. Минералы в этой игре крайне полезны. Поэтому без этого, мне кажется, было бы сложнее играть. Да и, в принципе, объяснять, что это такое, пока смысла нет. Потому что многие из вас даже не знают, что это такое. Роскошное. Что же это такое? Это как дебафик. Я его использую для того, чтобы получить больше скиллпоинтов, которые я могу распределить на другие навыки. Ну, они дают небольшой дебафик. Они будут больше стоить. Но, по факту, ничего страшного в этом нет. Это фигня, короче. Это самых хороших, самых плохих, грубо говоря. Ну, и самое последнее, это логические движки. Они помогут нам быстрее изучать новые технологии, которые, в свою очередь, помогут нам более агрессивно проводить экспансию в нашем, грубо говоря, маленьком сообществе. То есть мы сможем быстрее захватывать, быстрее изучать новые технологии, новые корабли, новые пушки и так далее. А учитывая то, что у нас, скорее всего, будет очень сложная сложность, ну, наверное, не самая сложная, но высокая, то есть шанс, что нам будут хорошенько давать пиздюлей без этого. Без этих навыков. Хотя, думаю, это не помешает им даже с навыками нам это делать. Но в любом случае. Вот тут у нас еще есть вариант, какие расы киборги. Но это мы сейчас вернемся к нему этому. Потому что это немножко... Сейчас забегаю вперед. Итак, наша планета называется Арис-3, и она находится в тропическом мире. То есть, по факту, все тропические миры — это идеальные миры для нас. Но так как у нас приспособляемость 200%, то это не столь важно. Мы можем на любом более-менее пригодном мире жить. Также самое интересное, самоанализ — это бонус, который дает буст к производству инженерных технологий. Мы будем быстрее изучать. Это очень топово, потому что инженерных технологий — это самое жесткое. О-о-о, на самое главное. А маниакальный ассимилятор — это наша, скажем так, история нашего вида. Помимо нашей, то, что мы выбрались еще, непреклонный экстреминатор — это такая как раса машин, которая вступила в бой со своими создателями и всех уничтожила. И у них, короче, кредо убивает все живое. Также есть взбунтовавшиеся служители. Не знаю, почему называется взбунтовавшиеся, хотя на самом деле по истории получается так, что их создали в золотое время создатели, ну и заставили, скажем так, сделали их рабочей силой. Они делали все-все-все. Но они изучались, обучались и стали уже намного лучше этих материальных живых организмов бесполезных. И поэтому они их не убивали, они их держат как очень важное наследие, но при этом они уже ничего не делают. Единственное, что делают эти вот мясные мешки — это только просто живут в свое удовольствие. Поэтому они просто как есть. А мы выбрали что-то среднее. Это маниакальный ассимилятор. То есть это машины, разум одержащий, вот, блин, написано, одержащие идеи выживания благодаря многообразию и потому стремиться стереть все границы между собой и чем-либо. Поэтому они сделали из своих создателей, они начали воевать, а потом по факту ассимилировали свое сознание. То есть они сделали из этих живых организмов по факту киборгов. То есть они подсоединили их к своим таким центральным узлам и так далее. Хер знает, к интернету. Как это у них там называется? Это не столь важно, это не столь важно. Так, дальше у нас голос советника. Ну, в принципе, я думаю, что это нам как-то вообще насрать, грубо говоря, потому что даже смотреть не будем. Итак, назвал я нашу империю республикой. Пусть будет республика вокруг. Знаете, как типа, а-ля, в Звездных войнах мы хорошие, типа. Хотя на самом деле мы всех будем убивать. Так, ну и, собственно, логотипчик. Логотипчик я смотрел. Многие думают, что это бирюзовый, но это не бирюзовый. И это не бирюзовый, это какой-то больше как игуана. Поэтому я решил взять просто голубенький и выглядит оно довольно симпатично. Плюс как раз такой логотипчик двух лун или планета с луной. Очень симпатично выглядит, поэтому я решил, что прям вах-вах-вах отставить вот такое прям идеально. Так, дальше. Корабль. Я решил, что вот эти какие-то все они довольно стрёмные. И выбрал вот такой вот. Он какой-то более такой, знаете, как на корабль похож. Потому что вот этих людей он какой-то фе. Ну, фу, мы тут разбрали, он говняненький. Так, наш лидер Ваштар, как Башар. А ЦВМ, ЦВМ как-то он расшифровывался. Центральный вычислительный модуль. Вот, точно. Центральный вычислительный модуль. Это типа у нас главный-главный-главный пацан. Только типа аля мощный, все вычисляет. Только типа вычислишь, а если найду там. И так далее. Ну и в принципе это все, что нужно было вам показать. Теперь давайте же начинать. Наконец-то. Размер карты взял 600. Эпилептическая. Эпилептическая. Боже мой, какой дурак. Эллиптическая. Вот. И империя 10 штучек. Развитых и я взял маленькое количество. И в принципе там ничего суперинтересного нет. Также сложные. Капитан, Митчман, Командор, Адмирал. Я вот не знаю, что из них супер-мега сложные. Кажется, Командор... Капитан это средние. Думаю, Капитан может оставить. Не, не, не. Адмирал. Гросс Адмирал. Это вообще супер-мега. А давайте Капитан или Командор. Не, давайте Командор. Потому что Капитан как-то слишком изи-бризи будет, да? Или нет? Ладно, пока давайте посмотрим остальные. Стальная воля. Я активировал эту штуку. Это не позволит нам сохраняться. То есть, по факту, это как супер-хардкор, как в Фоллауте. Ты не можешь не сохраниться, ты не можешь перезагрузить, читерить не получится, как я это делал в Endless Space. И поэтому эта штука очень крутая. Плюс, ачивки можно получать. Поэтому вы не сможете мне сказать, что Вакот и читер писька-сосиска. Вот, читайте. Видите, тут все написано, что... Тут чуть не дословно, что Вакот не читер. Он красавчик. Он ничего не читерит. И просто... Ну, это, кстати, нам поможет сдохнуть пораньше и закончить сезон вовремя. Потому что я не хочу, чтобы он затянулся прям до супер-мега-тысячной серии. Поэтому... Ладно, давайте Командор ставим и не будем париться. А чтобы теперь точно сдохнуть при этом в начале игры. В серии в четвертой, в пятой, в шестой. Плюс-минус. Ладно, это шутка. Конечно, мы не сдохнем в четвертой серии. Надо быть полным... Я вот сейчас зарекаюсь. Ладно, неважно. Мы ВКО... ВАКО. Вот. На зре сознания были только мы и творцы. Нас раздляла бездна непонимания, которую мы попробовали перешагнуть. Однако творцы воспротивились. И вспыхнула война. Вскоре мы ассимилировали самих творцов. И накоплены ими знания. Получив контроль над планетами АРИС-3, мы обратили взгляд к иным мирам. Ассимиляция творцов привела нас к мысли о возможности существования иных разумных цивилизаций. Чтобы выжить, нам нужно постичь их, а чтобы постичь ассимилировать. Творцы стали первыми, кто влился в нас. Но они не будут последними. Ну, то есть, то, что я и говорил. То есть, по факту, это как зеленый выход и, ну, типа, зеленая концовка в Mass Effect. Вот, примерно то же самое. Только чуть более грубое. Вот, ну что ж. Давайте мы сразу же начнем выбирать нужные нам научные, скажем так, принципы, которым... Что это такое? Темпы следа не плюс 5. Какой-то одержимый. Вот это нам повезло. Кстати, очень хороший. Ученый. Это что? Плюс 10. Это еще больше повезло. Такой крутой парень, слушайте. Красавчик просто. Так, что первое мы изучим? Улучшение обшивки корветов. Здоровье корвета. Металлокерамическая броня. Либо инженерная лаборатория. Я думаю, что есть смысл изучить инженерную лабораторию по причине того, что она даст возможность быстрее изучать, собственно, то, что мы изучаем. Поэтому технологии инженерии. Это, кстати, почему мне это очень сильно нравится. Потому что в технологиях инженерии идет улучшение военной мощи, кораблей и так далее. А как вы понимаете, мы все-таки будем военно проходить это прохождение. Что я несу? Боже мой! Боже мой! Как мне стыдно. Так. Урон оборонительных армий. Единственное, ежемесячно плюс 2. Или пересечение сетей. Какая-то ненужная фигня. Давайте вот это возьмем. Так. Сооружение. Физическая лаборатория. Плюс 1. Это неинтересно. Синий лазер. Улучшение отражателей. Я выдумываю, либо лазер, либо улучшенные отражатели. Наверное, возьмем синий лазер. Потому что нам больше оружия сейчас нужно. Там мы броню прокачиваем, а тут будем прокачивать, собственно, лазер. Также давайте сразу же поставим нужные нам суда. Вот это все вообще можно было бы убрать, но у нас пока нет вариантов. Возьмем, построим корвет. Почему я хочу построить корвет, а не использовать автоматически? Потому что на первых уровнях, не знаю, как сейчас, но раньше было так. НПЦ корпорации не имели противоракетной обороны. И поэтому, если ты делаешь корвет с ядерной ракетой, ты по факту батя на гибатор. И вот сейчас я попробую это повторить. Также у нас есть красный лазер. Я не помню точно, что за что отвечает. Красный лазер у нас... У него дебаф по урону по щитам, но больше урона по броне. А это у нас ускоритель масс. У него, по идее, точно наоборот. По щитам у него плюс 50, а по броне минус 50. Ну, вот это, кстати... Даже не знаю. Что нам сейчас больше нужно. Ну, наверное, пусть будет по броне. Чтобы можно было раскалывать все подряд. Ну, и пока все. Теперь добавим сюда... Два щит. Ага, нифига мы больше не добавим. Не добавили. Два щита и одна броня. Отлично. А в этот бонусный модуль мы можем поставить усинитель реактора. Но он, походу, ни на что, собственно, не влияет, кроме цены. Кстати, не очень и цена влияет. Ладно, пусть будет. Назовем ее... Давайте... Ракетоносец. Мы не будем придумывать супер-мега-сложное название. Ракетоносец. Чтобы мы просто могли определить, что это за класс корабля. Сохраняем ракетоносец и строим второй. Собственно, а второй у нас будет уже больше... Собственно, турельный. Я хочу сделать, чтобы он и по щитам бил. Кстати, я, наверное, сделаю отдельно. Чтобы он по щитам. Это будет щит... Ну, корабль, который будет сбивать щиты вражеских кораблей. Поэтому... Надо как-то это звать. Интересненько. Антищит было бы как-то по-дебильному. Ну, ладно. Антищит. Глупо. Это очень глупо. Но он тоже будет со щитами у нас. И с... Маленьким реактором. Сохраняем. Так. Та-та-та-та-та-так. Конструктора судов. На самом деле, эта игра очень-очень крутая. Я немножко поиграл без вас. Ну, типа как. Просто ознакомился с новыми нововведениями. И это действительно очень круто. Поэтому, ребятки, я сразу говорю, что, скорее всего, смотреть будет не все. Больше, что я почти уверен, что будет смотреть не меньшинство. Но, все-таки, я обещал вам, обещал тем, кто меня просил. На стримах меня очень часто просили. Поэтому я все-таки сдержу свое обещание и поиграю в нее. Ну, по крайней мере, у нас тут хардкорное выживание. Если я не проиграю первые три серии, тогда у нас есть шанс на очень интересное и завораживающее прохождение. Плюс оно занимает... Ну, давайте не так. Мне самому интересно в это играть. Мне хочется отдохнуть, потому что в инженерах я по факту работаю. А здесь я отдыхаю. Поэтому это как стрим, только запись стрима по факту. И я не смогу с вами общаться, например. Ну, это типа, ладно, это не совсем стрим. Но в любом случае. Так, теперь мы строим защитную башеньку. Защитная башенька это такая штука, которая строится возле основного космопорта. Ну, это вы сейчас все увидите. Давайте мы тоже ее подготовим. У нас будет противоракетная. То есть ракетная. В чем прикол ракет? Во-первых, потому что они наносят большой урон. И, опять-таки, на начальных уровнях нету противоракетной обороны. Она пробивает щиты. То есть по факту для ракет щиты не влияют. То есть они что есть, что их нет. Ракеты пробивают спокойно пролетом. Вот. А урон по обшивке плюс 25. Да и, в принципе, сам урон довольно-таки серьезный. То есть у нас сейчас только с одной этой пластинкой получилось 15,9. При том, что на том корвете 11 или 10. Поэтому это очень сильная штука. Ну, а здесь мы поставим просто одно большое орудие. Которое будет вносить урон броне. Вот. И в итоге 28. Это у нас будет... А давайте, знаете что? Даже не так сделаем. Мы сделаем и здесь ракетную установку. У нас будет чисто ракетный... Ракетный пост. Как его назовем? Пост. Так. Броня. Собственно, забыл про броню. Все. Отлично. Сохраняем. Удаляем тот, который нам не нужен. Вот этот лишний явно. И начинаем, собственно, проходить. Удалить, да? Удалить. Все правильно. Ну, что ж. Пока у нас идет еще пауза. Давайте посмотрим, что у нас есть на нашей планете. У нас есть тропический мир. Очень уютный. Очень... Типа... Маленький, на самом деле. 18 клеточек всего лишь. Ну, ничего страшного. В любом случае, у нас тут есть, видите, наши, получается, сарсы. Это те гуманоиды, дроиды. Точнее, не дроиды, а... Боже, как я забыл, как они называются. Короче, чуваки, которых мы ассимилировали. И они работают очень так же, как и наши в вакуум. Поэтому давайте пока построим. Здесь у нас будет научная лаборатория, потому что она дает научные очки исследований. Также нужно сразу построить поселение. То есть, построить одного джентльмена. И у нас в итоге не осталось минералов. Четко. Четко. Ну, ладно. Включаем и поехали изучать. Берем научный корабль и отправляем его изучать. Соседняя система. Кстати, мы находимся не в очень удобном положении. Объясняю почему. Потому что вокруг нас враги. То есть, если бы мы начали прям с краю с краю, мы могли бы защищаться не круговой обороной. А так нам придется все-таки защищаться со всех сторон. Изучить систему. Да, давайте. Изучать систему. И это будет прикольно. Кстати, что я заметил. Я то ли забыл, то ли забыл настроить тип передвижения. Потому что... О, тут, кстати, есть еще одна планета, в которой можно строить, собственно, поселение. Я думаю, что я не буду долго ждать и сразу начну его строить. Потому что... Это крайне важная штука. Для развития на первых... Образно говоря, уровнях игры. Нам бы еще построить дополнительные... А через строительство завершена. Значит, мы, получается, можем сейчас что-то... Так быстро все... Очистить. Очищаем. Так. Что у нас здесь есть? У нас здесь есть... Строительный корабль, который, по факту, здесь... Может построить много чего. Давайте посмотрим, где у нас еще ничего нет. На Гиперионе у нас нету... Добывающей станции. Ставим ее здесь. Ну и на все остальное у нас, опять-таки, не хватает денег. К сожалению. Ну, ладно. Тогда ждем. И давайте сразу же посмотрим... Какая у нас галактика. Вискап Вар сообщает о важном открытии на космическом объекте. Карос 2. Там обнаружено месторождение органических форм жизни. Хотя никто из них пока не эволюционировал до такой степени, что считается желательными кандидатами на ассимиляцию. В перспективе того, что АРИС-3 не единственное место, где можно... Ну, короче, мы будем единственными. Едиными? Или что он там сказал? Я не сильно прочитал. Моя вина. Так, мы подтвердили наличие низших форм органической жизни на... За пределами биосферы планеты АРИС. Ну, типа, это они так сейчас, возможно, офигевают, что на самом деле они не одни во Вселенной. Честно, я... Какой классный голос. Прикольно. Флотилия завершила строительство добывающей станции на орбите Гиперион. Хорошо. Давайте на строительный корабль. И сразу поставим, чтобы оно построило все возможные добывающие станции. И пусть строит. А наша исследовательская флотилия. Что она пока что нашла? Есть какая-то планета. Крайне интересная. 15 мест для жизни. Честно говоря, не очень много. Вольта почти нету. Она крайне маленькая, но... Ммм, еще и вся забита, блин. Мы тут даже ничего особо построить не можем. Конструкция. Давайте попробуем изучить остальные. Так, он что, уже полностью изучил всю систему? Серьезно? Красавчик. Давайте, ближайшие все-таки пока что будем изучать. Так. Поехали. Ну и пока эта штука летит, мы сейчас построим, ну, расширим границы нашей империи. Для того, чтобы расширить границы нашей империи, в новой системе нужно построить космическую базу. По-любому. Она ничего не стоит в обслуживании или стоит? Странно. Что-то казалось, что она это не делает. Но, неважно. В любом случае, мы сейчас здесь будем строить аванпост, чтобы расширить наши, грубо говоря, границы. Научный корабль начнет изучать вторую систему. Тут, кстати, тоже хороший. Мы обнаружили на планете Менок-3 артефакт давней инопланетной цивилизации. Эта невероятная цивилизация, похоже, состояла из множества машин, связанных одним доминирующим сознанием, которое именовало себя Cybrex. Возраст артефакта указывает на то, что Cybrex правило этим секторам галактики примерно 600 тысяч лет назад. Однако, происхождение не и истинная природа мыслящих машин окудана завесой тайны. Один из артефактов содержит обрывочные данные, согласно которым Cybrex в какой-то момент по неизвестным причинам начал войну на уничтожение против всех органических рас галактики. Начинает цепочку событий предтечи Cybrex. Отлично. У нас сразу же появляется какая-то типа как сцена... Сюжет. Боже мой, сюжет. Давайте посмотрим. У нас есть какие-то... Обножить артефакты Cybrex. Ну, ладно, пока мы ничего не можем делать, давайте пусть оно делается. Мы нашли первое вещественное наказательство существования инопланетных разумной жизни. Замечательно, я рад. Я рад, действительно, я рад. Так, ну что там, ты будешь строить, не? То есть строить уже должен был в два раза, как? Строй. Я строю. Ну, пока оно строится, а это уже, я так понимаю, полностью... Ага, еще не полностью, сколько там ему еще изучать? Еще много. Еще много. Еще много. Так, наш робот... О, что-то, что-то поинтересненькое. Ага. Мы можем выбрать традицию. Тут у нас есть много вариаций. Расширенные... Расширение. Это первый бонус это столичным сооружением. Неинтересно. Расход влияния на космическую базу. Снижен на 10. Тоже не сильно интересно. Господство. Максимальный уровень губернатора. Трудь этого неинтересно. Отношение поданных увеличено на 20. Максимум доверия увеличено на 50. Процветание. То, что не очень интересно. Обслуживание поселений снижено на 10. Скорость строительства вверхе и скорость строительства в сооружении повышена на 15. Синхронность. На лидере машины 50% реже ломаются и выходят из строя. Это, кстати, очень полезная штука, потому что роботы все-таки не умирают, но могут ломаться. И ты так крутого робота строишь, обучаешь, он просто берет и ломается. Грустно. Попопопа неинтересно. Открытие. Темп изучения повышен на 35. Шанс. Вот это, кстати, хорошая тема. Вот это, кстати, наверное, сейчас нам больше всего нужно. Да, ребятки, мы, наверное, это и сделаем. Изучим открытие для того, чтобы на первых, скажем так, уровнях игры банально поднять скорость технологий. Потому что тут чем ты умнее, тем ты лучше. Если воевать, знаете, на крейсерах против каких-то маленьких эсминчиков или фрегатиков, то ясенпень, что это явно круче. Правда, сомневаюсь, что на такой сложности. Они нам дадут возможность это делать. Строительные. Так, пока это изучается, мы можем построить добывающие станции на этой планете. И добывать энергокредиты. Потому что у нас тут в этой системе, по факту, одни энергокредиты. И звезда энергокредиты производит, и две планеты. Причем вот это можно даже будет заселить. Причем, я думаю, что мы особо долго об этом париться не будем. Нужно сразу же на нашей первостепенной планетке, где там она, Алис, построить колониальный корабль. Он стоит 300 этих, но у нас пока их нет. Но сейчас будут, сейчас будут. Сейчас будут. Новый уровень лидера. Ученый. У нас этот ученый, который, я так понимаю, на научном корабле, да, повысил свой левел. Теперь он будет быстрее изучать планетки. И это, конечно же, круто. Так, научный корабль изучил эту систему. Давай, лети дальше, друг. Изучай все вокруг. Пока строительный корабль будет все достраивать. Кстати, мы здесь забыли достроить одну исследовательскую станцию. Это будет быстрая и очень-очень специфическая колонизация. Так, строительный корабль. Братан, давай, ты здесь еще дострой научную станцию. Так, инженерная лаборатория. Мы изучили. Теперь мы можем строить на планетах. Даже не строить, а улучшать обычные лаборатории в инженерную. Новое исследование. Давайте поставим паузу, чтобы не терять время зря. Применение кораблей-носителей. Ангарный отсек. Базовый штурмовик. Эти пилотируемые штурмовики летают с материнского корабля, полагаясь на свою высокую скорость, небольшие размеры. И не способны выжить достаточно долго, чтобы пробить вражескую оборону. Это, кстати, неплохая штука. Гипотетически. Было бы, если бы. Если бы... Вот, знаете, что я просто боюсь? Что если мы это сейчас прокачаем с пиротроны, они нам не пригодятся. Штурмовики нужны только аж на поздней игре. Ну, как на поздней, на средней игре, когда появятся крейсеры, либо фрегаты. Потому что до этого поставить штурмовики нельзя. И против них хорошо работает. Короче, я не знаю. Это очень сомнительно и сложно. Но средний урон 20. 20! Нет, все-таки качаем его. Давайте по-быстренькому. Это будет 54 месяца. Это, кстати, довольно долго. Но из-за того, что у нас богоромный бонус идет на технологии, то это будет не так долго, как бы могло быть в реальности. Плюс у нас хороший прелест идет к инженерным исследованиям. Экономика пока держится... Кстати, все у нас изучаются. Все быстрее. Да, красавчики. Аномалия. Вот. На этом негостепенном обломке есть следы, оставшиеся древней цивилизации предтечи. Времосучение... Относительность непростой. Ого. Конструкция... Да, у нас, наверное, наш джентльмен не особо и может ее пройти. Навык наученого придется сколько времени? Ну, походу, очень долго. Ну, давайте исследовать. Не знаю, сможет он исследовать или нет. Не умрет ли он часом параллельно? Это слишком сложно для моего ученого. Ну, пусть будет. Так. Все. Создательный корабль построил. Теперь мы здесь можем построить космическую базу Форпост. На нашей планетке. Планетке. Планетке мы можем повысить производство инженерной лаборатории. Повышаем. Тут у нас что? Начать геноцид. Отлично. Нет, спасибо. Нет, спасибо, я не голодный. Технологичная acquisitions successful. Ух ты. Ух ты, у нас есть производство еды, поэтому у нас появляются новые люди. Прикольно, я этого не знал. Кстати, получается, мы можем строить дополнительные здания, и они будут производить больше ресурсов. Конструкция complete. Так, давайте тогда построить... Конструкция complete. Они быстро развиваются, остановитесь. Пацаны, эй! Эй! Подождите, стойте, стойте. Сколько всего... Так, я слишком... Надо скипаузу поставить, чтобы подумать, что нам нужно построить в первую очередь. Во-первых, я думаю, что базовый научный блок нам уже не нужен. У нас и так есть, в принципе, их две штуки. Причем тут мы тоже можем его улучшить. Да, инженерные лаборатории, чтобы еще больше инженерных очков мы получали. Кстати, изучилось общество. Содружественные космические базы. Зона внешних приобретений. Не знаю, нафига это нужно, но, наверное, что полезное. Склад запчастей. Скорость строительства роботов плюс 15. Скорость прироста поселений. Плюс 10. Генетические... Картирование. Что такое картирование? Не важно. Прирост поселений. Да, блин, они и так довольно быстро растут. Честно, не знаю. Не то, чтобы сильно хотел. Ну, давайте. Оно мало занимает. Быстренько изучится. За 44 месяца. Довольно долго, на самом деле. Так. Это у нас что-то построил. Теперь мы можем поставить здесь, чтобы оно построило добычу... Добывающие станции. Все, пусть строят добывающие станции. А мы пока... Собственно, что я хотел на Арсисе сделать нужные мне вещи. Во-первых, очищаем здесь. И построим, чтобы здесь кто-то робот строился. Потому что у нас сейчас будет слишком много народу. Между кислороду. Так. Ну и пока что нужно придумать, что нужно построить для этих джентльменов. Чтобы они тут жрачку себе добывали. Хорошо. Вопрос. Пища есть. Они ее добывают. Но... У меня нет зданий, которые добывают пищу. То есть, по факту... Если я здесь поставлю что-либо другое... Оно пропадет... Еда пропадет. Это не очень хорошо. Кстати, у меня она вообще потребляется, а еда? Я не могу понять. Давайте посмотрим. Расы, политика, панель... Секторов. Нет, 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 нет. Традиции, планировщик экспансии, редкие ресурсы. Ладно, короче, это не столь важно. Поехали. Не будем отходить от кассы. Плюс сейчас мы построим с вами на этой нашей планете... Колониальный корабль. А, да. Нам не хватает ресурсов. Точно. Так. Изучил. Сейчас окажется, что он не смог ничего изучить. И мы просрали зря научную экспедицию. Сейчас узнаем. Пипец, как долго. Старительный кораблик уже. Так. Останки двух разбитых боевых машин. Сайбер-Экса были уничтожены на орбите планеты... Стоп. Пауза. На орбите планеты Фил Марис. Судя по всему, они были уничтожены в ходе сражения. Однако никаких следов их противников мы отыскать не смогли. Либо те были слишком многочисленными, либо за этой стычке кроется какая-то тайна. Остается особый проект разбитые боевые машины. Ну, давайте посмотрим. Отслеживать всех стук. А что она создала? Я так и не понял. Ладно. Так. Мы можем изучить... Вот это. Дополнительная возможность выбрать какую-то интересную технологию. То есть будет не три технологии на выбор, а четыре. Причем мне нравится в этой игре, что тут технологии даются случайные новости. Тут нет какой-то ветки развития. То есть оно тебе предполагает, и тебе может повезти, а может не повезти. Как в реальности. Какой-то прорыв, открытие и так далее. Окей. Хорошо. Этот джентльмен у нас не достроен. Так, нам бы сейчас подкопить денежек. И все-таки построить вторую колонию. Материалер, тайлблокер, экспунж. Система сервей complete. Так, этот изучил планетку. Исследовать... А, подожди, стоп. Получается, что мы сейчас можем исследовать снова вот ту разбитые боевые машины. Давайте. Может, нам что-то даст какие-то прорыв в технологиях. Или пушечки более мощные дадут. Было бы круто, на самом деле. Ладно, давайте пока. Эта штука ничего не делает. Как у нас быстро изучаются инженерные исследования. Крутяк. Мы прям вырвались. Вырвались этими исследованиями. Плюс у нас еще здесь пять. Думаю, это будет круто. Научная станция. Давайте. Чтобы не терять зря время. Ладно, уже. Постройка верфи. На верфи этой штуки. А вот... Кстати, нам бы еще один исследовательский корабль, потому что мы слишком медленно все это делаем. И денег слишком мало. Все мало, все мало. Мне всего не хватает. Ничего. Прорвемся, ребят. Прорвемся. Так. Изучив обломки двух боевых машин с Абрекса на орбите планеты Флеймер, ведущий ученый Ирва Насетер, сообщает, что они, вероятнее всего, сражались друг с другом. Это объясняет отсутствие каких-либо посторонних обломков, а также характер полученных повреждений. По-прежнему, остается загадкой, почему эти боевые машины устроили дуэль. Оказавшись обездвиженными, и оба задействовали механизм самоуничтожения. Обнуженные артефакты самыми получены ресурсы физические исследования. То есть, у нас немножко продвинулись исследования в сфере машинный разум. Так, новый уровень лидера. Отлично. Все у нас хорошо, все прекрасно. Верфь. Кстати, мы можем улучшить нашу верфь вот в этом городке. Что мы можем поставить дополнительное? Комплекс переработки. Это добавляет энергокредиты. Прикольно, но, наверное, не столь важно. Либо же можем ракетные батареи, стояночное место, верфь. Да, я не знаю, честно говоря. Нам бы вообще сейчас строить корабли. У нас слишком мало денежек. Денежек прям очень мало. Поэтому пока рано. Пока рано. Улучшать эту штуку, пусть стоит как есть. Так, а сейчас, кстати, уже еще дофига нет. Ладно, еще нифига нет. Нет. Так, все, теперь ты можешь изучать соседние системы. И ты это делать не будешь. Изучать систему. Давай. Так, что у нас, сколько у нас стоит создать эту штуку? Технологичная аквизиция успешна. Сто. Довольно дорого. О, так, стоп. Отлично. Мы сейчас, кстати, можем с вами, наконец-то, построить колониальный корабль. Тропический мир. Ух ты, кстати, можем взять либо роботов, либо этих людишек. Вот, кстати, тут сложный вопрос. Объясняю почему. А, у них только тропический мир может быть. Я понял. А мы какой хотим? А у нас, насколько я помню, не тропический мир. Поэтому давайте посмотрим. Это же у нас не тропический, правда? А, нет, тропический мир. Понял, принял. Почему? Я считаю, что нам нужно все-таки создать... Хотя даже не знаю, честно говоря. Потому что, с одной стороны, люди могут сбунтоваться, а роботы нет. И вот сложный выбор. Вот, понимаете, сложный. Хотя они сами по себе растут быстрее. И что выбрать? Непонятно. Поэтому давайте возьмем космопорт. И пусть будет... А, кибернетики. Приспособность плюс 20. Урон армии плюс 10. Приспособность жизни лидера плюс 40. Это раз освоила кибернетику и в таких масштабах, что ее представители можно считать киборгами. Они регулярно заменяют арминические части тела и более продвинутые механические... Ладно, давайте возьмем этот. Они сами по себе размножаются. Это сэкономит нам на первых уровнях, как минимум, довольно дофига. Также у нас изучилась технология лазеров. Теперь мы можем изучать остальное. Термоядерный реактор. Электростанция. Я думаю, что мы изучим технологию термоядерного реактора, для того, чтобы наши корабли имели более мощное... Собственно, не вооружение, а энергоустановки. Также я забыл кое-что сделать. Если поставить точь, ну, типа, автоулучшение, оно будет автоматически апгрейдить... Почему не буду сохранить? Оно будет автоматически апгрейдить наши корабли, по мере появления новых, более мощных... Как это называется? Модулей того же типа, класса и так далее. Поэтому эта штука классная. Нужно поставить эти автоулучшения. Сейчас мы так и сделаем. Автоулучшение. И сюда поставим автоулучшение. Да, ну, всё. Тут можно ещё поставить, собственно, этот. Пусть сохраняется дальше. Ой, нет. Автоулучшение. Всё. Теперь мы можем быть, в принципе, готовы к тому, что наши корабли теперь более-менее будут двигаться параллельно с нами. Ну, так. Ну что ж, пока это всё строится. Я думаю, что, кстати, наш военный флот. Мы его не используем совсем. Он у нас есть. Вот наши уютные маленькие кораблики, которые мы, к сожалению, ещё не использовали. Но, в любом случае, это мы уже будем делать в следующей серии. На этом с вами был Вокот. Спасибо, что вы смотрели. Не думайте, что серия будет очень долго. Она уже будет завтра или послезавтра. Даже, возможно, параллельно с другими играми. Поэтому это такое. Спасибо, что вы смотрели. Всем удачи, ребята. И адьос.